Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на моем канале, посвященном ОСБ. В этом выпуске мы с вами рассмотрим такой проект, как Бугурт Лига. В феврале 2020 года в Монако прошел турнир Бугурт Прайм, который был финалом сезона Бугурт Лиги 2019 года. 10 сильнейших команд со всего мира, 10 команд, которые набрали максимальное количество очков в течение сезона, приехали в Монако для того, чтобы выяснить, кто из них является чемпионом мира по ОСБ в боях 5 на 5 среди ненациональных сборных. И вы знаете, когда я смотрел и комментировал этот турнир, у меня было ощущение, что то, что я наблюдаю, уже само собой разумеющееся, уже что-то, что стало привычным. И только позже я осознал, что на самом деле это всего лишь второй Бугурт Прайм. И первый прошел год назад и был финалом сезона 2018 года. А это значит, что такой проект, как Бугурт Лига, существует всего-то 2 года. Но за эти 2 года проделана уже столько работы, столько колоссальной работы, что проект не ощущается новым. Он зрелый, он уже сложившийся. В этом выпуске я постараюсь вспомнить, как и почему появилась Бугурт Лига, ответить на вопросы, зачем Бугурт Лига бойцам, зачем Бугурт Лига организаторам турниров. И в конце мы подведем итоги, попробуем оценить их деятельность. Отвечать на эти вопросы я буду как рядовой боец, как по сути типичный потребитель продукта, который нам предлагает команда-организация. В 2016 году, до появления Бугурт Лиги, ЕСБ-движение в мире выглядело как куча разрозненных турниров. Отсутствовала некая единая система. Турниры были объединены, ну разве что правилами чемпионов, и то могли быть какие-то местные региональные особенности. По сути было 2 крупных мероприятия, 2 крупных международных мероприятия. Это Битва нации и Кубок Динамо. Это те турниры, на которые все команды стремились попасть, видели своей целью. Но даже эти мощные проекты не могли предложить движению каких-то общих решений. Скажем, процесс формирования сборной для Битва нации был отдан на откуп местным представительствам HMBA. И такие косяки, как факты постоянного трансфера бойцов из команды в команду ради усиления на конкретном турнире, или смена названий, или неаккуратный, неопрятный внешний вид, вообще никого не волновали и большой проблемой не считались. Бугурт Лига – проект, изначально призванный объединить все эти разрозненные турниры в единую систему, унифицируя движения для развития в сторону профессионального спорта. Как я сказал, до Бугурт Лиги были только правила, общие правила. Это очень важно. Это тот базис, на котором СБ развивался, начиная с первой Битвы нации. Но к 2016 году стало понятно, что движение уперлось в потолок, и для следующего уровня нужно вводить новые атрибуты спорта. Это порядок, структуру, систему. И Бугурт Лига не регламентирует бой, но регламентирует систему проведения турнира, начисление очков, распределение мест в рейтинге. Также Бугурт Лига очень внимательно относится к внешнему виду, поощряя аккуратность и единообразие. Бугурт Лига ввела систему категорийности турниров. Open, Challenger, Masters, Next и Prime. Теперь в зависимости от статуса, от категории турнира, команда получает повышающий коэффициент к заработанным очкам. Также, понимая, что команды и турниры по миру распределены неравномерно, мир был разделен на конференции. Их пять. Это Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Восточная Европа и Азия плюс Океания. Победители турнира уровня Masters в рамках одной конференции автоматически получают приглашение на Бугурт Прайм. И вот, обретя все это, ИСБ стало ближе к профессиональному спорту. Только вдумайтесь, финальный турнир сезона проходит в Монако с его роскошно-сказочной атмосферой. Благодаря Бугурт Лиге наш рыцарский спорт, по сути, делит площадку с такими легендарными мероприятиями, как Грам-при Формула-1 или Суперкубок Уэфа, который до недавних времен тоже проходил в Монако. Бугурт Прайм – это не только турнир. Это и церемония подведения итогов и награждения по результатам сезона. Это трансферы и проживание бойцов в фешенебельных отелях. Это награждение лично князем Монако и гала-ужин после мероприятия. Да и в конце концов это Лазурный берег и плюс 20 градусов в феврале. Я участвовал в Бугурт Прайме 2019 года, в первом Бугурт Прайме. И я хочу вам сказать, что это то мероприятие, которое нужно посетить. Это просто другой уровень. Когда мы приехали туда, нам сразу дали понять, что привычного по-небратскому взаимоотношения между судьями, организаторами, бойцами в этот раз не будет. Что все будет очень строго. От нас требовали жесткого соблюдения регламентов, правил и дисциплинированного поведения. Я считаю, что это дало свои плоды. Местная аудитория встретила Бугурт Прайм с большим восторгом. Трибуны были заполнены процентов на 80. При этом стоит понимать, что жители Монако публика избалованы. Там постоянно проходят какие-то очень громкие спортивные досуговые мероприятия. И тот факт, что им Бугурт Прайм понравился, я считаю заслугой не только бойцов, которые, безусловно, отдавали себя на поле полностью, но и команде организаторов, которые смогли профессионально презентовать наши бои столь требовательному зрителю. Зачем бойцам Бугурт Лига? До появления Бугурт Лиги главным мероприятием была Битва Наций. И другие турниры, за исключением отборов в сборную страны, воспринимались менее важными. Поездки на турниры в другие страны были делом второстепенным. На отборы в сборную они не влияли, но требовали дополнительных затрат. Я даже помню времена, когда для российских команд поездка в Европу воспринималась как отпуск. Сейчас это не так. Уровень оппозиции в Европе сильно вырос. Бугурт Лига, будучи системой турниров, а не отдельным мероприятием, дала бойцам новую модель. Если Битва Наций это своего рода аналог олимпийских игр, то Бугурт Прайм это финал Лиги Чемпионов. Создав Бугурт Прайм, Бугурт Лига дала бойцам новый ориентир. Новое громкое статусное мероприятие, новый желаемый трофей в копилку. С одной стороны, ведя систему конференции, Бугурт Лига дает командам возможность набрать как можно больше очков, не выезжая за пределы своего региона, избежав лишних трат на переезды. С другой стороны, за турниры за пределами вашей конференции вы получаете дополнительные баллы. Таким образом, Бугурт Лига поощряет команды, которые в погоне за очками много путешествуют, повышая средний уровень турниров. На небольшие локальные турниры стали чаще приезжать обитатели Бугуртного небосклона, и у менее сильных команд появилась возможность учиться у лучших прямо здесь и сейчас. Также стоит отметить, что введение уже ставших привычными трансляцией дало возможность бойцам отсматривать и анализировать свои бои, отсматривать и анализировать бои соперников. Это очень круто. У нас появился новый эффективный инструмент для роста. Раньше такая возможность была разве что у российских команд, благодаря труду Юрия Спиридонова. Сейчас это стало доступно для всех. Зачем Бугурт Лига организаторам турниров? Вступление в Бугурт Лигу и дальнейшее включение вашего турнира в календарь мероприятий Бугурт Лиги, естественным образом, повышает его привлекательность для топовых бойцов. И для бойцов, которые стремятся стать топовыми. Повышается престижность вашего мероприятия. Разумеется, это справедливо только для команд, которые относятся к СБ как к спорту, но не для тех, кто относится к этому как к тусовке. Бывает ситуация, когда прием заявок на мероприятие закрывается буквально через пару дней после его открытия, потому что интерес очень велик. И необходимое для проведения турнира количество команд набирается вот так. Кроме того, Бугурт Лига является своего рода франшизой. И вступая в Бугурт Лигу, вы получаете доступ к опыту и наработкам, приобретенными при организации очень сложных мероприятий уровня Битвы Наций или Бугурт Прайма. У организаторов появляется возможность избежать многих ошибок. Другими словами, если ваше мероприятие вне календаря Бугурт Лиги, оно менее интересно для серьезных крутых команд. И оно перестает быть спортивным соревнованием, становится тусовкой, ну или товарищескими встречами, если хотите. Резюме. В настоящий момент на сайте bugurtglobal.com зарегистрировано около 200 команд со всего мира. Это Северная Южная Америка, Европа, Азия, Австралия, Новая Зеландия. География проведения турниров аналогична. И хотя бы Гурт Лига не появилась из воздуха, это естественный продукт деятельности HMBA, за 2,5 года командой проделана большая работа. Они объединили в единую систему кучу разрозненных турниров, дали бойцам новую цель и инструменты для роста. Но если говорить о том, что стоило бы улучшить, так то, что вот эти замечательные регламенты, о которых я говорил выше, стоило бы сделать более понятными для обычного бойца. Для человека, который не привык читать сухие документы. Также я бы рекомендовал слупы прошерстить документы на предмет наличия пунктов, допускающих неоднозначное утолкование, чтобы команда с грамотным юристом составе не получила преимущество над командой слесарей и трактористов. Также стоит сказать, что хоть идея одинаковых по уровню организации турниров благородна и хороша, так бывает далеко не всегда. Стоит вспомнить проблему со стримом, а точнее полное отсутствие стрима на Boogurt Next, а это финальный турнир. Это финальный турнир для команд, которые по итогам сезона заняли места с 11 по 20. Стрима не было вовсе. И да, организаторы вышли из этой ситуации, они позже предоставили записи с комментированием, однако. Да и вообще стримы, это отдельная боль. Часто картинка подтормаживает из-за проблем с интернетом, да и к самой картинке бывают вопросы. Оператор часто просто не знает, за чем следить и фокусирует камеру не на том участке поля, где происходит настоящий экшен. Ну, наверное, стоит сказать, что вообще-то толком никто не знает, как правильно снимать Boogurt, чтобы это было зрелищно. Ну, ребята в поисках. В поисках формата они на этом пути. Я не знаю, подразумевает ли их работа какой-то конечный результат. По мне, процесс улучшения чего бы то ни было, это процесс бесконечный. И он непростой. Поэтому я хочу пожелать ребятам удачи в их деле. Лично я, как боец, как потребитель, им благодарен. И мне нравится, ну, почти все, что они делают. Таково мое мнение об Boogurt Лиге. Если вам есть что добавить, обязательно пишите в комментариях. Также вы можете написать, о чем, по вашему мнению, мне стоило бы записать в дальнейшем ролике. На этом все. Подписывайтесь, жмите в колокольчик. Спасибо за просмотр, ребята. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»!